До начала главного мирового события в футбольном мире меньше двух месяцев. Но для маленького новгородца Павла Родина он уже начался. Игроки национальной сборной прислали ему посылку. Паша стал победителем конкурса «Детские мечты». В гостях у обладателя мяча с автографами кумиров побывала Кристина Масальцева. Осенью прошлого года сборная России по футболу объявила конкурс для своих юных болельщиков. Все, что нужно было сделать, это в письме или в виде обращения рассказать, что для них значит футбол и раскрыть свою самую заветную мечту. Более трех тысяч работ поступило в адрес сборной. Желали от простого футболки или мяча с автографами до вплоть собаки, компьютера и многого другого. В итоге 11 игроков нашей сборной выбрали 121 счастливчика. И один из них живет рядом с нами. Знакомьтесь, Павел Родин, 9 лет. Со слов мамы, самый обыкновенный мальчик. Любит смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, не особо жалует делать уроки и мыть посуду. Скромный и тихий, на первый взгляд, мальчишка. Но видели бы вы, как загораются его глаза, когда в разговоре речь заходит о футболе. Это любовь к футболу, но даже не любовь, а интерес. Он пришел от меня, я его заразила где-то совсем в маленьком возрасте. Ну вот пока это все на фоне такого болельщика, но надеемся, что в дальнейшем мы его отдадим. И он, может быть, когда-нибудь мы о нем услышим. Узнав о конкурсе «Детские мечты», мама, ярая болельщица нашей сборной, тут же предложила Паше принять в нем участие. Сын идею поддержал, работали сообща. Казалось бы, что такого написать письмо, в котором поделиться мыслями о футболе и раскрыть мечту. Но нет. На создание победного обращения ушло несколько дней. Наизусть Паша свое письмо не помнит, поэтому просим прочитать. Привет всем игрокам нашей сборной по футболу. Меня зовут Родин Павел, мне 9 лет. Живу в городе Великий Новгород. Я интересуюсь футболом с трех лет. Интересовать себя футболом я стал благодаря моей маме. Мы с мамой самые яркие болельщики футбола и нашей сборной в нашей семье. Не пропускаем ни одной игры с участием нашей сборной по футболу. У нас во дворе есть своя команда по футболу. Мы с ребятами каждое лето играем и проводим игры с командами из других дворов, и районов нашего города. Наша команда имеет успех, и мы стараемся выигрывать, и часто одерживаем победу. Я в команде играю на позиции вратаря. Мне нравится защищать ворота нашей команды. Свою дальнейшую жизнь тоже хочу связать с футболом, и надеть футболку сборной, и защищать ворота нашей сборной. Да, Маша, смотри, какой мяч! И ещё тут что-то, смотри! О чём ты ещё мечтал? Перчатки. Какие? Вратарь. Вратарские перчатки, настоящие! Вот это автограф Игоря Кенфеев, капитан нашей сборной России. Андрей Лунёв, номер 99, тоже вратарь нашей сборной. Давай посмотрим, что у нас тут ещё есть. На футбольном мяче расписалась вся национальная сборная. На вратарских перчатках свой автограф и пожелание удачи оставил капитан Игорь Акинфеев. На вопрос, что такого цепляющего в пашином письме, почему его обращение вороли среди трёх тысяч, мама отвечает. Здесь, наверное, искренние эмоции болельщиков и искренняя вера в нашу сборную, пожелания. Я думаю, что ребятам понравилась настоящая вера своих болельщиков в них. И они выбрали письмо наше. До чемпионата мира по футболу, на который семья Родина, впрочем, как и большая часть нашей страны, хочет попасть, остаётся чуть меньше двух месяцев. И пока сборная готовится, мальчишки тоже не теряют даром времени. Кто знает, может, кто-то из новгородских парней тоже однажды выступит за Россию. Кристина Масальцева, Галуз Гивандян. Новости. Главное за неделю.